Всем привет, это Скринкасты, я Григорий Шевкопляс, представляю Академию Больших Данных Made от Mail.ru Group и сегодня мы поговорим с вами про алгоритмы и структуры данных, а в частности поговорим с вами про динамическое программирование. Тема достаточно сложная, достаточно много людей вообще не понимают, но сегодня мы с вами убедимся, что на самом деле все просто и не надо этого всего бояться. Поговорим мы про динамическое программирование на примере задачи про наибольшую общую подпоследовательность. Давайте поймем вообще, что это за задача, может быть вы с ней сталкивались, может быть нет. У нас есть две последовательности чисел, на самом деле может быть букв, может быть еще чего-то, сейчас с этим всем поиграемся, и мы хотим найти их общую подпоследовательность наибольшей длины. Очень следует из названия, но тем не менее. Напомню вам, что подпоследовательность можно получить и с последовательностью удалением некоторых ее членов. Где это используется в жизни? Как? Часто спрашивают, давайте разберемся. Ну, например, самый простой способ. Есть у вас программа, да, значит, и у вашего друга Вася есть программа, и вы подозреваете, что Вася с вас эту программу списал. Отлично. Если мы найдем наибольшую общую последовательность токенов между вашей программой и его, и она будет довольно большая по проценту, то походу Вася конкретно у нас списал. Давайте же разберемся, что это такое. Значит, вот пример у нас на слайде. Есть, соответственно, последовательность А, пусть это 1, 2, 3, 4, 5, и пусть у нас есть последовательность В, от балды взятые числа, 5, 1, 3, 2, 4. Вот, собственно, у нее, у этих двух последовательств есть две общие подпоследовательности наибольшей длины, например, 1, 3, 4 и 1, 2, 4. Обратите внимание, что при удалении, когда мы получаем из последовательности под последовательность, элементы местами не меняются. Таким образом, как бы, понятно, что-нибудь просто, несмотря на то, что состоят А и Б последовательности из одинаковых элементов, мы берем именно слева направо, как оно идет. Как же решать эту задачу с помощью метода динамического программирования? Маленькая, значит, подсказка, как вообще работать с динамическим программированием. Надо ответить себе на 5 очень простых вопросов. Если вы их ответите у себя в голове, да, там, на листочке, как вам удобно, то и код потом у нас напишется максимально просто. Во-первых, мы должны понять, что хранить в dp. В данном случае мы заведем двумерный массив, в котором в элементе it, j, t массива dp. Мы будем хранить наибольшую общую подпоследовательность между первыми и элементами последовательности А и первыми j элементами последовательности B. План такой, то есть будем решать задачу на префиксах. База – это какое-то состояние, маленькая задача, про которую мы будем знать ответ. Например, мы знаем, что если мы из последовательности А возьмем первые ноль элементов и из последовательности B возьмем первые ноль элементов, то абсолютно внезапно у двух пустых последовательностей наибольшая общая подпоследовательность тоже пустая. Соответственно, длина будет тоже ноль. Дальше переход. Как нам применить метод динамического программирования и, зная ответ на меньший подзадачу, найти ответ для нашей задачи? Чтобы разобраться в переходе, нам понадобится ручка и немножко прессовать. Мы хотим решить задачу для префиксов, соответственно, i и j для наших двух последовательностей. При этом мы говорим, что для всех предыдущих префиксов мы это, скорее всего, будем уже знать. Так у нас будет разбиваться на подзадачи. Соответственно, план такой. У нас есть два стула. На первом стуле это если у нас it элемент последовательности A совпадает с житым элементом последовательности B. Что это тогда значит? Это значит, что их можно друг на друга заматчить и свестись в задачу к тому, что давайте вот эти элементы мы возьмем как последний элемент наибольшей общей подпоследовательности, а как начало наибольшей общей подпоследовательности мы возьмем решение для задачи на i-1 и j-1 префиксе. То бишь, соответственно, это значение у нас лежит в dp i-1, j-1, как мы знаем. В случае, если у нас последние символы не равны, то в любом случае гарантированно один из них не войдет в ответ для it и j-1 префикса. Собственно, из этого получаем простую формулу. Обратите внимание, что если у нас символ it, который у нас, я напоминаю, у нас ноль индексация, стоит в позиции i-1 у последовательности A равен j-1, то тогда мы можем взять как ответ dp i-1, j-1 плюс 1. Иначе нам придется один из этих символов откусить. Что тогда нам остается? Ну, мы вроде как максимизируем ответ, поэтому возьмем максимум из dp i-1, j-1 и dp i-1. Значит, тут мы подходим к следующему моменту. Мы берем и нам надо понять, в каком порядке нам вычислять значение dp i-1, j-1. Многие из вас, возможно, знают про ленивую динамику, но мы пойдем немножко дальше и все-таки обсудим, что нам делать с ответом. Чтобы посчитать значения в состоянии i-j, то бишь dp i-1, j-1, i-1, j-1 и j-1. В данном случае все довольно просто. Мы можем взять и позволить перебирать просто i по возрастанию, и j тоже по возрастанию. Прошу обратить внимание, что мы уже почти всю задачу решили, а я не написал ни строчки кода, и это на самом деле все специально. Потому что в некоторых задачах надо сначала думать, а потом делать. Ну, как, в принципе, и по жизни. Собственно, и последнее, что нам нужно понять, это где будет ответ. Мы отлично, мы посчитали таблицу, но нас же просят найти, например, длину наибольшей общей подпоследовательности, где нам ее достанем. Опять же, конкретно в данной задаче все довольно просто. Так как мы в dp item житых хранили длину наибольшей общей подпоследовательности на двух префиксах наших последовательностей. Ну, давайте возьмем, собственно, на максимальных префиксах, то бишь возьмем dpnm. Это просто по нашему определению длина наибольшей общей подпоследовательности всей A и всей последовательности B. Давайте, посмотрев на... Как мы плавненько расписали просто пять пунктов, которые мы могли бы расписать на бумажке. Возьмем, просто напишем код. Собственно, переходим в IDE. Тут у нас, собственно, есть уже заготовленный маленький шаблончик. Для наглядности мы будем вычислять наибольшую общую подпоследовательность вот таких двух строк. И давайте, соответственно, просто напишем функцию, которая получает две строки и считает на наше динамическое программирование ровно по тому плану, который мы только что придумали. Значит, давайте для простоты скажем, что n это у нас длина s1, m это у нас длина s2. Соответственно, и после чего проинициализируем как раз массив dp. Писать я буду на питоне, так как, на мой взгляд, это наиболее наглядный язык программирования, очень чем-то похож на псевдокод. Понятно, что мы ни про производительность, ни про оптимальность кода сегодня не говорим. Мы просто смотрим, что на самом деле динамическое программирование это просто. Но если вы считаете, что я плохо пишу код, пишите обязательно в комментариях. Я прочитаю, мне будет очень стыдно. Так, собственно, что мы проинициализируем в динамическом программировании? Мы заполним, просто выделим двумерный массив, заполним его нулями, соответственно. И обратите внимание, что на самом деле он нам нужен размера m плюс 1 на n плюс 1, потому что у нас мы берем именно число элементов из последовательностей, и различные префиксы. А их у нас на самом деле для последовательности длины n у нас различных префиксов n плюс 1. И сразу же инициализируя этот массив dp, мы на самом деле удовлетворяем базу. Потому что, как мы с вами обсуждали базу, мы должны написать dp нулевое, нулевое. Соответственно, у нас равно нулю. Но это нас не особо интересует, потому что у нас и так оно будет равно нулю. Поэтому мы просто берем и сделаем такое значение по умолчанию. Понятно, что наибольшая общая последовательность любых последовательностей, она не хуже, чем ноль. Поэтому отличное предположение. Поэтому базу мы вообще писать не будем. Да, давайте вернемся в презентацию и посмотрим, что у нас дальше. Отлично, нам нужно перебрать и по возрастанию, и g по возрастанию. Естественно, с единицы. И просто воспользоваться формулой, которая здесь написана. Ну, давайте, собственно, это и сделаем. Соответственно, переберем. И в диапазоне от 1 до n плюс 1. Переберем g. В диапазоне от, опять же, единицы до n плюс 1. Так, после чего у нас, соответственно, вспоминаем про наши два стула. Первый стул – это если у нас a, значит, в данном случае это у нас s1 и минус первая, равно s2 g минус первому. Да, в таком случае мы можем эти два элемента замачивать друг на друга и сказать, что dp и t житое у нас равно dp и минус первому, g минус первому плюс 1. Так, иначе, как мы уже обсуждали, нам нужно выбрать максимум из двух значений. a именно sdp и минус первого житое. Так, и, соответственно, dp и t жи минус первого. Воспользуемся замечательными функциями de, потому что пробелы – это важно для читабельности кода. Так, окей. Что мы сделали? Мы вроде взяли и заполнили нашу таблицу dp, поэтому я предлагаю просто взять и сделать return наш ответ. Мы знаем, где он, dp, nm. Так, ну поехали, давайте запустимся, посмотрим, что мы получим. Мы получим 5. Так, а давайте проверим, чему соответствует этот 5. На самом деле это пятерка, так как я, как вы можете догадаться, немножко заранее готовился. Оно соответствует под строке abc, ab. Смотрите, обратите внимание, здесь тоже можно взять. ab, потом c, потом ab. Так, ну замечательно, мы получили ответ 5, и это все, конечно, очень здорово. И в случае, если мы говорим про списывание и код, и нам надо Васе показать, что что-то у нас с ним очень много общих токенов, мы, конечно, число получили. Но хотелось бы для большей наглядности восстановить ответ, а именно понять. Это вот я сейчас глазами взял и посмотрел, что у нас есть последовательность abc, ab общая. А вот как бы нам программно это посчитать? Нам приходит на помощь то, что у нас есть таблица дневнички программирования, и с помощью нее мы сейчас, заведя дополнительный массив, сможем восстановить ответ. Давайте это сделаем. Для этого мы возьмем и заведем массив предыдущих состояний, на самом деле той же самой размерности. Единственное, что я предлагаю его инициализировать не нулями, а нанами, для того, чтобы мы знали для состояния i, j, давайте посмотрим на код. Что мы можем? Мы состояние i, j можем получить либо из состояния i-1, j-1, либо из каких-то одного из этих двух состояний. Давайте запомним, из какого из этих двух состояний мы его получили. Более того, мы пойдем дальше, и не только состояние запомним, но и запомним, а когда мы получали это, мы матчили символ или нет. Соответственно, у нас p, it, j, это будет тройка из того, как мы получили значение, и какой символ мы прибавили в этом моменте. Сейчас напишу, будет понятно. Шаблон, на самом деле, общий для всех задач демочного программирования. План такой. В случае, если у нас, соответственно, здесь случилось dp, it, j, из i-1, j-1, давайте сюда просто запишем тройку, которая будет говорить, братан, я получил it, j, из i-1, j-1, и вы не поверите, для того, чтобы это получить, мне нужно было взять s1, i-1 в качестве символа. Что делать со второй веткой? Со второй веткой придется сделать страшное. Несмотря на то, что у нас есть стандартная функция максимум, так как в одном случае нам надо выбирать одни значения, а в другом другие, нам придется взять и самостоятельно написать здесь if, который проверит, а что же больше, dp, i-1, j, или, соответственно, dp, it, j, минус 1. Окей. Значит, в случае, если у нас dp, it, минус 1, j, оказалось больше, мы должны взять и записать сюда dp, и минус 1, как раз j, очень интересный кусочек. Раскрывать максимум всегда весело, но, тем не менее, что поделать? Не мы такие, жизнь такая. Значит, что мы делаем дальше? После того, как мы раскрыли максимум, мы же не просто так его раскрыли в if, а мы это делали с целью для того, чтобы записать тот факт, что в таком случае мы it, j, это состояние получили из какой тройки? Из тройки i-1, j, и в качестве символа давайте хранить просто пустой символ. Потом в конце будем склеивать ответ, и все у нас будет хорошо. В этом же случае нам нужно сказать, что p, it, j, равно i, j, минус 1, и тоже пустой символ. Понятно, что можно было написать это немножко более элегантно, также через максимум, просто хранить сразу же в dp, it, j, в качестве кортежа эти параметры, но, опять же, мы сейчас не гонимся за оптимальностью, что это мы гонимся за наглядностью. Так как мы таблицу p, it, j, j, тоже посчитали, давайте просто возьмем и как-то ей воспользуемся. План у нас следующий. Мы будем стоять в позиции nm и в обратном порядке смотреть, а в каких состояниях единочного программирования мы побывали для того, чтобы получить оптимальный ответ. Соответственно, что мы сделаем? План такой. Давайте скажем, что текущая наша позиция это что? Это p от nm. После чего мы сделаем следующее. До тех пор, пока у нас cur не none. Я напоминаю, что у нас по умолчанию там лежит none. Соответственно, когда мы придем в стартовое состояние, у нас как раз предыдущего состояния не будет храниться. Мы будем делать следующую простую вещь. Во-первых, мы заведем переменную, в которой мы будем хранить наш ответ строковую. После чего мы будем делать следующее. мы будем прибавлять к нашему ответу от current соответственно второе поле, в котором у нас как раз лежит символ или пустой символ, если ничего в данный момент прибавлять не надо. После чего мы будем говорить, что current у нас равно p от current нулевого и, соответственно, current первого. Собственно, такой план. Переходим в предыдущее состояние, так как мы знаем, какое оно. После чего мы вернем ответ. Такс. Бац. И мы получили какую-то странную строчку после того, как запустили. Почему же она так выглядит? А выглядит она так потому, что когда мы шли по состояниям, мы шли в обратном порядке. Поэтому нам надо не забыть перевернуть строку. Ну, в питоне это можно сделать, например, вот таким вот способом. С чего мы запускаем? И получаем, что действительно у нас наибольшая общая подпосредственность вот этих двух срок – это abcab. Так, ну давайте ради интереса запустим на строках из презентации. Соответственно, у нас первая была 1, 2, 3, 4, 5. А вторая была, я даже подгляжу, потому что запомнить, по-моему, это невозможно. 5, 1, 3, 2, 4. 5, 1, 3, 2, 4. Никому не сообщайте ваш код, да? Значит, собственно, получаем 1, 3, 4. И ого, в презентации мы это тоже видели. Что мы должны были из этого понять? Что если мы решаем задачу единического программирования, и у нас четко составлен план, то написать код не составит никакого труда и даже восстановить ответ. Это были скринкасты. Меня зовут Григорьевич Вкопляс. У меня вспотела подмышка, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и будьте счастливы!